И всем привет, ребят, с вами Стерванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору обновленного рикошета. И сегодня мы его протестируем, посмотрим, что он показывает после обновления. Говорят, что он стал нагибать то, что у него стала быстрая перезарядка. И то, что он якобы стал супер-мега-крутым метовым и вернулся в нашу замечательную игру. Сегодня скатаем на устройстве плазмофакел, на том самом устройстве, на котором я на протяжении трех дней ивентовых видел игроков. Посмотрим, нагибает он или нет. Возможно, если покажет себя не так круто, переоденемся. Возьмем условный адреналинчик и посмотрим, что у нас с ним получится. По корпусу мы, конечно же, берем викинга. По дрону пускай у нас будет бустер. Ну и отправляемся в матчмейкинговую катку. Я думаю, что мы сыграем сегодня режим контроль точек. Ну и если вдруг она будет очень и очень быстрая, эта каточка, и у нас получится быстренько, хорошо показать результат, либо не до конца показать его супер-мега-круто, возможно, сыграем еще одну каточку. Поэтому посмотрим, что у нас сегодня предложит нам матчмейкинг. А предлагает он нам катку, в которой мы уже ведем 12-0. С плазмофакелом рикошета дальность не является столь большой, но зато сами рикошеты вылетают очень быстро. И баллон возвращается также довольно-таки быстро. Поэтому посмотрим, насколько жестко можно на нем наваливать. Первые пару киллов получились очень и очень простыми. Я уже вижу, что игроки играют с резистом от этой замечательной пушки. Ну и мы будем постоянно пытаться сокращать дистанцию до средней. И за счет этого стараться наносить большое количество урона по противнику. Если у нас в бою начинает появляться настолько большое количество резистов от этой пушки, то похоже, похоже, те самые игроки, которые играли на этой пушке, уже знали новую замечательную мету. Ну и пока, если честно, я даже сам бы вам сказал, что очень-очень не кисло наваливает. Очень неплохие цифры вылетают. И у вас есть баллон с десятью шариками, плюс этот баллон быстро перезаряжается. То есть, если вы уничтожаете один танк, а сделать это крайне быстро можно. Потом хоп-хоп-хоп, цик-цик-цик. Накидываете на следующего, потом накидываете на следующего и так далее. Просто вжимаете этот урончик и получается, ну, аппетитно, сочно. Аппетитно, сочно, что я могу сказать. Десятка киллов просто как с куста у нас уже залетело. И это далеко не предел. Появляется овердрайв. Прожимаем его сразу сходу. Ну, правда, я не успел аптеку прожать. Еще бы аптечку прожал, было бы вообще великолепно. Но у нас уже 12 киллов. 12 киллов, при том, что я запикался в начатую катку и сыграл здесь, ну, наверное, где-то около 2, может быть, даже меньше минут. Баллон накапливается. Дальность, ну, дальность маленькая, да. Дальность, конечно, у плазмофакела довольно-таки маленькая. Но ничего страшного. Будем сейчас пытаться сокращать эту дистанцию и стараться здесь наваливать. Но мне такой рикошет с такой перезарядкой нравится. Нравится, реально нравится. Очень хорошо себя может показать на дистанции. Ну, и если себя показывает неплохо такой рикошет, вы не забывайте, что у нас есть рикошет, который за килл восполняет полный баллон. И тот рикошет тоже когда-то был очень-очень жестко метовым. Ну, быть может, нам в дальнейшем нужно будет затестировать и его. Раньше это устройство, я помню, я использовал и очень даже часто. Но плазмофакел, да, реально наносит очень быстрый и большой урон по оппоненту. У нас уже 20 киллов. Понятное дело, что нам не попались сверх жесткие игроки против. Но все равно, даже с учетом того, что у нас и такие, ну, обычные, наверное, матчмейкинговые крепочки, все равно видно, что этот рикошет явно, явно показывает себя лучше, чем тот рикошет, который у нас был раньше. Да, и это факт. 100% факт. Так, у нас есть здесь харьки, которые пытаются выпушить. Ну, и мне, к слову, понятно, почему игроки используют резист от этого рикошета, да. То есть, здесь реально видно, что от него резист имеет вес и имеет определенный смысл. Так, а у нас получается дальность, да, дальность у нас не добавляется за счет плазмофакела. Соответственно, овердрайв реализовать, ну, довольно-таки тяжело грамотно. Ну, будем пробовать, если что, просто накидывать. 25 киллов! 25 киллов тем временем у меня за довольно короткий промежуток времени. И, по сути, те игроки, которые даже берут резист от рикошета, я бы не сказал, что они так сильно контрят. Я бы не сказал, что это так сильно чувствуется, что у игрока есть рез, да. Возможно, это просто из-за того, что он на легком танке играет. Если бы этот танк был бы нелегкий, то это было бы лучше видно. Но так чисто, как сама пушка, она 100% ожила. 100% ожила. И она, ну, теперь имеет какой-то вес хотя бы. А не то, что я раньше, когда мне спрашивали, рикошет вообще как? Я говорил, чел, просто забей. Просто забей и забудь, что вообще эта пушка существует. Вот такая пушка, ну, определенно, уже может себя неплохо показать в матчмейкинге. И перезарядка баллона у нее хорошенькая. И количество шариков довольно-таки приятное в баллоне есть. То есть, можно неплохо тушить, наваливать. И вот тот самый замечательный корпус викинг сразу становится актуален с пушкой, которую можно реализовать за счет овердрайва, который наносит большой качественный урон. И я, если честно, вам скажу, что этот рикошет мне, по первому взгляду, кажется даже интереснее, чем молот. Чем молот, чем молот. И очень сильно я надеюсь на то, что это просто не из-за того, что у меня попалась такая вот удачная катка. Надеюсь, что это реально рикошет настолько крутой и метовый. Так, очень большое количество скоплений игроков у нас в одной точке. Можно сразу с разворотика чуть-чуть поднакидать. Три кильчика есть. На таких спотах навал, конечно, очень знатный. Очень некисло можно накидывать урон. И хорошо игроков принимать. Я, честно, ну можно сказать, первый раз играю на этом обновленном рикошете. Я вообще его не тестил, не смотрел. Поэтому будет мне лично интересно и на стримах за ним чуть больше понаблюдать, покатать. Потестировать и по итогу, ну, понять, реально ли это новая мета, которая будет актуальна у нас в матчмейкинге. И которую можно будет использовать в боях и на ней нагибать. Ну, если честно, те рикошеты, которые я встречал с плазмофакелом в специальном режиме на выходных, они мне в моменте приносили, ну, такие неплохие неприятности. Да, то есть были моменты, когда было видно, что реально там можно в тайминг заехать, сблизиться с игроком и, ну, накидать по самой негорюй. Да, то есть, соответственно, возможно-таки он и реально будет даже супер хорош против не самых слабых противников. Ну, понятное дело, что против резиста будет тяжелее играть по безрезу, играть, ну, максимально легко, максимально просто и четко. 48 киллов у нас. 48 киллов, 4 минуты до конца. И я не знаю, что здесь говорить. Все идеально, все четко. Все просто бомбически получается у нас и у меня уже появляется впечатление о том, что это реально очень и очень хорошая вещь. Ну, давайте скатаем, возможно, еще одну каточку. Но я не хотел бы играть, честно говоря, полный бой. Ну, ладно, давайте сыграем. Давайте сыграем, посмотрим. По сути, уже по этому бою можно высказать всю свою позицию и все свое мнение. Но давайте пикнем еще TDM-очку, посмотрим, может быть TDM-очка себя покажет как-то по-другому. Пожалуй, я устройство менять в рамках этого видеоролика не буду. Если будет интересно и вы поддержите этот видеоролик лайком и будет на нем хорошая активность, то, может быть, просто мы затестируем другие уже устройства в следующих видеороликах. И вы напишите, какое устройство интереснее было бы всего посмотреть. Также в комментариях напишите, что вы думаете по поводу нового обновленного рикошета. Так, нас запикивает на перекресток. И каточка, если честно, ну, довольно-таки простая. Довольно-таки простая, противника серьезного здесь я не вижу. Соответственно, мы можем очень успешно наваливать. Баллона хватает, чтобы уничтожить мамонта. Целого мамонта с ДА-шкой и с аптекой. Нам на это хватает баллона. Это значит, что, ну, как минимум, когда ты уничтожаешь один танк и у тебя быстрая перезарядка баллона за где-то секунды 3-4, то ты можешь неплохо в дальнейшем еще навалить. Да, то есть критов тут, понятное дело, много не вылетает. Так, а вот сейчас мне, конечно, баллона не хватило. Но это, наверное, где-то шарики попромахивался. Ну и плюс это танк без реза. Нужно это тоже понимать, что танк без реза. Если бы, например, у него был бы резист, то я, честно, не знаю, что бы могло бы произойти. Может, если бы был бы резист, может, у меня не получилось бы его слить. Так, здесь нужно, наверное, взять иммунитет от пробития, либо мне его не менять, не знаю, честно. Ну ладно, давайте не будем менять. Давайте оставим все как есть. Менять ничего не будем. Ну и попробуем выиграть эту катку. Попробуем понаваливать. Дистанция небольшая, да, то есть на дистанции здесь чисто... Средняя ближняя диста, только на ней у вас есть возможность уничтожения оппонентика. Соответственно, вам надо всегда стараться сближаться с противником и уже на короткой дистанции по нему наваливать урончик. Это тоже момент, который всегда нужно учитывать. 7 киллов у нас уже есть. Резистов от Рикошета нету. Соответственно, если в таких боях у вас не будет Реза Фатрика, а, например, будет Резисты от того же там страйкера Фреза, который, по моему мнению, сейчас в матчмейкинге показывает себя очень круто, то вот такой вот Викинга Рикошет может стать альтернативным решением. Но работать он будет исключительно на средней и маленькой дистанции. На большой карте, либо на карте, где противник вас пытается растягивать, я более чем уверен, что у вас ничего абсолютно не получится. Поэтому здесь это, ну вот, грубо говоря, у вас чуть лучше, чем ближнебойная пушка. Чуть лучше. И, может быть, даже с таким плазмофакелом стоит использовать тот же ловкач. Да, то есть вы за счет того, что можете... Блин, такой печальный сейчас овер прожал, если честно. Один килл только дал. За счет того, что вы можете наносить урон только на средней и маленькой дистанции, вам лучше как можно быстрее добираться до противника. Поэтому давайте мы попробуем сейчас взять ловкача и заодно будет у нас неплохое сравнение ловкача и бустера. И что же у нас покажет себя лучше? Мне вот почему-то кажется, что ловкач будет очень хорош, прям очень ультра хорош за счет того, что ты можешь быстро дотянуться до противника. Ну и плюс там, если что, за боковым стрейфом там где-то обмануть типа, еще что-то сделать. Да, то есть у вас будет больше возможностей. Так, взяли два пробития противники. Очень хорошо, очень хорошо, когда они одеваются, мы можем сразу одеться под них и они больше у нас в бою не переоденутся. Ну и получится скорее всего такая плотная каточка до конца. Но, но этого мы как раз таки и хотим здесь видеть. Поэтому пробуем, пробуем и еще раз пробуем накидывать. Так, шарик рез запускает, мы чуть-чуть от него уходим, сливаем одного, сливаем второго. Блин, ну сама, сама идея вот этого быстрого навала урона мне очень сильно нравится. Мне реально нравится. Я не знаю, вот когда я играл на молоте, я не получал такого удовольствия, которое я получаю на рикошете за счет того, что я вот могу просто влететь в типа и вот так вот ему намесить прям конкретно. Конкретно много урона. Мне вот кажется, что это выглядит пожестче, чем молот, который у нас был дефолтный. Хотя, если честно, в моменте может быть даже молот мог бы быть интереснее. Но мне почему-то вот именно этот рикошет приносит какой-то большей, большей эмоции. И, ну, как будто он себя показывает интереснее и жестче. Знаете, вот у меня такое есть впечатление, ощущение, что вот этот вот плазмофакел своим таким вот диким навалом в моменте, он прям вот, ну, бодряк такой прям, хороший бодрячок. Может быть, на дистанции мое мнение поменяется, но пока что оно именно так и выглядит. Ну и ловкач, к слову, тоже хорош, тоже хорош. То есть, за счет вот этой вот быстрой возможности долететь до противника, мне кажется, что это смотрится тоже интереснее, чем бустер. Да, то есть, бустер это, ну, типа, типа, ну, у тебя рикошет, который наносит урон только на ближней дистанции, да, и на, ну, то есть, в упоре, да, средняя, ближняя там дистанция и все. Да, то есть, и ты на бустере теряешь очень большое количество времени, чтобы просто доехать до оппонента. А здесь ты прожал не тру, в моменте, просто в моменте оказываешься перед противником и сразу ему навал накидываешь, хороший урончик. То есть, да, у тебя нету повышенного урона в 30%, но зато ты быстро долетаешь до противника и наносишь тот самый урон, который нужно ему нанести, да, то есть. А там тебе надо делать все, во-первых, дольше, чтобы доехать до оппонента, да, и, во-вторых, ну, не знаю, ну, не получается как-то, не получается так же грамотно и качественно вливать урон в противника у меня лично не получается. А вот словка, чё, прям, ну, вот сейчас идет то, что я хотел видеть. Еще бы я овердрайв центральный контролировал, вообще цены бы мне не было бы. Было бы вообще бы очень круто. Так, противник берет защитника и берет рез от рикошета. Это очень больно. И я думаю, что мне стоит не обращать на него внимания, а стараться сливать уже других игроков, да, то есть вот сейчас, например, вот этого молодого человека я не сливаю с одного баллона, потому что он наносил урон без ддшки по фулл расходочке. Ну, и по вот такому показателю понятно примерно сколько можно слить, да, сходу с баллона. Но он быстро перезаряжается. То есть это тоже факт. Нужно не забывать, что перезарядка баллона очень-очень быстрая. И с таким баллоном на рикошете, ну, намного приятнее играть. Прямо реально намного приятнее играть, чем он был до этого. Да, то есть с такой же самой дальностью у вас был рикошет, который долго перезаряжался. Перезаряжался это раз, ну и не получалось, не знаю, как-то наваливать. Плазмофакел так вообще перезаряжался век, мне кажется. А сейчас, ну, выглядит прям очень так энергично, быстро, бодро, красиво, четко. Я не знаю, что здесь добавить еще. Давайте стараться выигрывать катку. Давайте стараться выигрывать катку. Овердрайв у нас будет где-то через секунд 40. Ураг, у меня есть уже свой овердрайв, который мы можем реализовать. Желательно, конечно, его реализовать, когда у меня будет фул расходочка. Так, фул расходочка у меня появляется. Противник у нас тут открывается под низом. Ну, саппо у меня мало. Давайте мы попробуем, может, реализовать этот овер под овердрайв, который будет падать на центре, который вот, к слову, уже начинает выпадать. Так, а здесь у нас, кстати, Тесла катает очень нагло по нашим респам. Блин, Рик прожимает овер. Плоховато. Ладно, жмем свой. Хорошо. Одного сбриваем, второго сбриваем. Третьего. Третьего, да? Четвертого. Четвертого не успеваю уже. Но получилось все равно неплохо. Неплохо, неплохо. Сосуля мне в голову попадает. Пробуем слить паладинчика. Но, к сожалению, его не добиваем. 41 килл за 10 минут. Но я не скажу, что это супер крутой результат. Это, ну, такой, знаете, такой средненький, средненький результат. То есть, это ничего такого сверхъестественного. Это немного, но и не сказать, что супермало, да? То есть, ну, это где-то такой, такой, такой среднячок, да? То есть, до этого, когда рикошет тестил, ну, было прям очень плохо. Было прям очень плохо. Сейчас есть ощущение, что рикошет стал в среднем балансе. А где-то, может быть, даже и станет метовой пушкой, на которой можно будет некисло наваливать по оппоненту. У меня вот сейчас складывается именно такое впечатление. Но катку мы проигрываем. И, соответственно, надо что-то с этим делать. Надо как-то ее выигрывать. Надо как-то стараться ее потянуть. Чтобы ее потянуть, нам надо, чтобы вражеская Тесла сильно наших игроков не нагибала. А то тут начинают наваливать эти молодые люди. Они наваливают, и все на этом заканчивается. Поэтому было бы неплохо их сливать. Так, меня еще и смака забрило. 50 килов, 4,5 минуты до конца. Посмотрим, сколько я здесь вообще смогу добить килов по итогу этой катки. Но мне хотелось бы, наверное... Ну, килов, наверное, 70. Но я, наверное, до 70 тут не дотяну. Хотя бы... Хотя бы 60 с копцами было бы хорошо. 60 с копцами было бы очень хорошо. Так. Харька не добил, но у него хп осталось довольно мало. Надеюсь, что его сейчас доберут. Так, его добирают, и мы летим в минус 4 кила. Минус 4 кила мы идем. Забираем харька, который без расходки. Ничего себе. Живучий оказывается этот харек. Так. Ну и есть Крусейдер, который падает в минус. Нам вообще выгодно было бы его не сливать, чтобы он делитился и делал минус 1 килл для своей команды. Но... Ладно. Сделаем ему бонус такой неплохой. Так. Прожимаем овердрайв, чтобы забрать двух типов на центре. Одного забираем. Второго можно справа быстренько его попробовать убрать. А, нам не хватает дальности. Ну, дальность, да. По дальности здесь реально проблемы. Поэтому можно будет даже и посмотреть. Рикошет на дальности. Адреналин дефолтный. То есть, очень много есть устройств на этой пушке, которые стоит рассмотреть. Да. И какая там вообще будет перезарядка у этого всего дела. Будет интересно увидеть. Но мы до сих пор летим по киллам. Летим по киллам. А Тесла вот, кстати, против набила 30 киллов всего лишь. У нас уже больше 50, а она только 30 набила. Ну, может просто не какой-то неопытный игрок. Так, делитнулся. Это очень хорошо. Делитнулся. Это прям великолепно. Ну, по харькам. По харькам всяким. По танкам, которые без расходки, работать максимально приятно. Прям очень хорошо наваливает. Мне прям реально нравится. Прям реально нравится, как оно залетает. Сейчас будет овердрайв на центре. Либо он уже упал. Викинга смока прожимает что-то. Может быть уже упал. Так, сколько счет у нас у Вика смоки? Я только сейчас открыл тап. Сколько? Мне показалось или нет? Или это реально у нее такой счет? Там прям очень какие-то печальные цифры. Прям очень печальные цифры. Я сейчас увидел. Сейчас я еще разочек посмотрю. Может мне показалось? Ну, там было прям очень плохо. 3.30, да. Ё-моё. Когачил катку нам руинит. Вот из-за таких типов катки проигрываются. У них даже у самого последнего 7.20 и то. 7.20. Ну, более-менее нормальный счет. Но когда у тебя 3.30... 3.30 у тебя это просто ужас. Ну ладно, мы выигрываем. Осталось полторы минутки. Полторы минутки овердрайв. У меня, к слову, еще один должен быть. 60 килов я уже к слову даю тоже. Хорошо идем. Хорошо идем. Хорошо даем. Вот этот вот молодой человек неплохо себя показывает. На викинга и зиде. Старается помогать. Так, ну и мы играем чисто в харючков. Чисто в харючков. Чисто на навальчик, на упорчик. Тыщеночка уже есть. Ну и осталось дело за малым. Осталось чуть-чуть контенту поддать. И забрать эту катку. Просто дать неплохого овердрайва. За баллон я не сливаю в очередной раз. То есть, ну, чисто по легким, средним. Ну, нормально, нормально, нормально. Баллон-то то, что быстро вот перезаряжается. Этот момент мне очень сильно нравится. Так, овердрайв будет еще один на центре? По идее должен быть. Но я его, наверное, не дождусь. Поэтому я сейчас буду заходить вот так вот. И, наверное, стоило вжимать вообще овер. Ну, ладно, не буду жать. Вот сейчас выжим. Заберем вот этого Хантера, которого я так просто сбрить не могу. За счет того, что у него защитник. За счет овердрайва его можно очень легко обработать. Так, ну и этого Крусейдера. Блин. Ну, ловкач просто идеально сочетается. Ловкач прям очень крутой. Ну, прям супер-мега-крутой дрон. За счет этой большой скорости. Вот сейчас вот я в тайминге очень быстро могу долететь до противника. Ну, и у нас символические 123 килла. Блин, ну это очень достойно. Очень достойно. То есть ловкач под плазмофакел, под викорик подходит 100% лучше, чем бустер. То есть в катке, где вам надо передвигаться, ускоряться, там, быстрее добираться до цели. Четко, просто четко показывает. Сразу идеально залетает. Мне очень сильно нравится. Так, ну и по устройствам я думаю, что мы вместе с вами на стримах протестируем. Кто еще не знает, когда у нас стримы. У нас по будним дням ежедневно в районе 9 вечера по московскому времени стримы проходят. Плюс, ко всему прочему, на выходных бывают вообще жесткие развалы. Поэтому присоединяйтесь, приходите, смотрите. Ну и мой вердикт, это то, что рикошет вернулся в мету. Вернулся в мету, вернулся в интерес. Без, и мне кажется, что по безрезу рикошет теперь является неплохой пушкой. Неплохой, да, то есть я не могу сказать, что это имба, там, супер-мега-жёсткая, Васян. Нет, 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 нет. Но такая средненькая, средненькая. Неплохая средняя пушка, да, хорошая. Где-то даже метовая. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу рикошета. Поддерживайте видео ролик лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Также не забывайте о том, что у нас, наконец-таки, продлился розыгрыш по тегу. Итоги. Я надеюсь, что уже ничего не поменяется. И у нас итоги будут через буквально месяц. Да, то есть 30 апреля у нас будут итоги розыгрыша по тегу. Ничего, я надеюсь, не поменяется. И итоги у нас увеличились призы. Итоги по тегу будут и полноценный розыгрыш на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. А все, что нужно вам для этого сделать, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше. Зашли не сюда. Зашли в настройки. Зашли в аккаунт. Спустились вниз. Поставили тег создателя контента TeamP. Воткнули его. Оформили покупочку в магазинчике. Покупочка должна быть за реальную валюту. То есть это не просто вы там за танкоины что-то приобрели. То есть вы купили либо танкоины, либо, например, условную премочку. Загрузили сразу. Перешли в описание. Загрузились в формочку. Сделали, заполнили ее. И все. Легко, быстренько. Участвуете в розыгрыше. Как минимум, как минимум, определенное количество кристаллов в процентном соотношении от фонда вы точно получите. Ну и также у вас будет возможность выиграть танкоин. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.